Добрый день всем! Я рада вас приветствовать и сегодня я хочу рассказать вам о себе, о своем проекте, о марафоне, который сегодня стартовал и даже дам вам небольшое домашнее задание. Итак, меня зовут Евгения Быстрова, я являюсь профессиональным психологом, трениром, онлайн-трениром. Мой опыт работы составляет более пяти лет психологом и моему онлайн-проекту уже примерно полгода. Я также являюсь автором проекта «Внимание мам к себе», который посвящен самореализации и развитию мам в декретном отпуске. В моем проекте вы можете найти различные онлайн-мастер-классы, тренинги и марафоны, посвященные целеполаганию, планированию и самореализации. Также вы можете меня получить индивидуальную консультацию по своей теме. И, конечно же, я являюсь счастливой женой и мамой двухлетней дочки и как мама в декрете совмещаю воспитание ребенка, домашней обязанности и свой онлайн-проект. Сейчас я расскажу вам о марафоне. Марафон называется «Хватит тянуть кота за хвост». Он начался сегодня и он состоит из трех модулей. Первый модуль посвящен работе с поглотителями времени. Мы будем их искать и обезвреживать, находить способы, как с ними справиться и будем их убирать, устранять, чтобы они нам не мешали. Второй модуль будет посвящен у нас планированию дел. Мы будем ставить сроки, писать список незавершенных и отложенных дел, которые никак не дается решить и доделать. Мы будем обязательно работать с ресурсами, делегированием, будем по каждому делу составлять небольшой пошаговый план, который позволит это дело полномерно завершить. И на третьем этапе нашего марафона мы будем непосредственно завершать дела и оттачивать наши навыки борьбы с поглотительными временем. В результате марафона вы сможете избавиться от поглотителей времени, у вас освободится время на завершение незавершенных и отложенных дел, а в дальнейшем у вас появится дополнительное время на текущие дела для того, чтобы вот эти вот какие-то незавершенные дела у вас не копились и не появлялись. Вы сможете завершить дела, которые никак не удается начать или довести до конца. И все техники, инструменты, которые вы получите на тренинге по планированию, по тайм-менеджменту, вы сможете применять в дальнейшем своей жизни очень легко. Наш марафон проходит в формате видеоуроков, которые можно смотреть в удобное для вас время. Также в закрытой группе ВКонтакте он проходит, поэтому там будут выходить ежедневные задания и какие-то мои вопросы и важная для вас информация в виде постов. Обязательно будут домашние задания с отчетами и я обязательно буду выкладывать дополнительные различные материалы и упражнения для тех, кто хочет побольше в рамках марафона поработать. И конечно же от меня будет обратная связь, как индивидуальная, так и общая по каким-то общим вопросам. Сегодня на нашем марафоне работа посвящена поглотителям времени, различным факторам, различным обстоятельствам и действиям, которые приводят к нецелевому использованию времени. Вот эти поглотители времени не приводят к совершенно никаким результатам, они впустую поглощают наше внимание, отнимают у нас наше время и оставляют чувство неудовлетворенности, опустошенности и неприятное чувство того, что время прошло зря и можно было бы его как-то по-другому провести, более насыщенно, более целесообразно и полезно. Я предлагаю вам немножко поработать сегодня с поглотителями времени. На самом деле эти поглотители времени, какие-то наши действия или бездействия, они обычно создаются нами, поэтому мы можем их контролировать, мы можем их выявлять и можем с ними бороться. Поэтому сегодня я предлагаю вам выполнить небольшое упражнение, с которого начинается как раз наша работа на марафоне с поглотителями времени. Я предлагаю вам продолжить следующие фразы. Я бесполезно трачу время на... И вы можете прямо через запятую перечислить все, что приходит вам в голову. Я испытываю чувство опустошенности и неудовлетворенности после каких-то ваших действий или бездействий, мыслей и так далее. Я отвлекаюсь во время работы на... Я чаще всего перед тем, как начать работу, ну или какие-то дела, допустим, домашние, не важно, что вы делаете. Я могла бы заниматься чем-то более полезным вместо. И потом можно поанализировать, что у вас получилось в этих списках, чем, какими своими действиями, мыслями или бездействиями вы продолжили продолжение и уже можете дальше искать те способы, которые вам позволят от этих поглотителей времени избавиться, как-то с ними побороться или как минимум ослабить их влияние. Я сейчас специально не привожу вам никаких примеров поглотителей времени для того, чтобы не сбить вас в толку, потому что есть как и типичные поглотители времени, так и свои индивидуальные. Если я вам сейчас приведу какие-то конкретные примеры, то ваше внимание будет неосознанно за них уже цепляться в процессе выполнения упражнения. Поэтому сейчас пока ничего говорить не буду. Выполненные домашние задания вы можете разместить под постом в комментариях. И мы с вами уже дальше в комментариях продолжим общение по этому упражнению. А на марафоне мы с участницами, с теми, кто уже зарегистрировался на марафон и начал там работу, мы будем продолжать работу с поглотителями времени с помощью хронометража целого дня, даже двух дней. И помимо этого упражнения на завершение, каждая участница будет анализировать свой день, свои действия. И затем мы будем по всем поглотителям времени, которые удастся найти, разрабатывать шаги по их устранению. Потому что есть определенные способы борьбы с этими поглотителями. Будем все это анализировать и действовать в сторону устранения. А на следующем этапе мы будем незавершенные отложенные дела планировать и завершать. Потому что после того, как мы поработаем с поглотителями времени, у каждой участницы освободится время на то, чтобы тот снежный ком, который вырос из незавершенных дел, появится время это все завершить. Ну, у меня для вас приятная новость. Если вы заинтересовались марафоном и также желаете избавиться от поглотителей времени, завершить незавершенные и отложенные дела, я вас тоже приглашаю. У вас еще сегодня есть возможность зарегистрироваться на марафон и принять в нем участие. Тем более, что сегодня для подписчиц группы «Успех по женски» у меня действует специальное предложение скидка в размере 30%. Для того, чтобы зарегистрироваться на марафон, вы можете написать мне в личное сообщение или в сообщение группы «Внимание мам» к себе. В комментариях ни в каких записываться не нужно, для того, чтобы избежать мошенников. Я вас приглашаю. Буду рада вас видеть на марафоне. Спасибо большое за внимание. И приходите в группу «Внимание к себе». Пока-пока.